Друзья, всем привет! Сегодня мы снимаем новый выпуск Немишлен и герой нашего сегодняшнего эфира. Это известный политический блогер, элитовед, основатель одного из самых популярных телеграм-каналов в нашей стране, Едилов Онлайн, Ербол Едилов. Ербол идет к нам. Здравствуйте, Ербол! Здравствуйте, добрый день! Добрый день, рада вас видеть в Нур-Султане. Очень приятно. Ербол, обратите внимание на мой сегодняшний лук. Я не случайно в комбинезоне, не случайно в этой симпатичной беседке. Вы знаете, что в моей программе Немишлен герои выполняют определенные задания. Сегодня вам предстоит выполнить 4 задания. И первое задание – это покорить эту скалу. Так, как вам, Ербол, удобно? Нормально. Человек ко всему приспосабливается же. Вы когда рейтинги свои составляете, людей перемещаете, вы не думаете, да, о том, что они десятилетиями пытаются покорить политический олимп, а вы их просто иногда сносите. Не жалко вам людей? Нет, не жалко. Не жалко? Нет, именно в рейтинге, с рейтингов сносить не жалко. Но может даже и к лучшему, то, что человека нету там. Да? Да. Будет не политикой заниматься, а чем-то другим. Работать, да? С юридими делами там, любовными делами. Итак, наше первое задание для Ербола и Дилова – это покорить эту скалу. Потому что почему? Потому что Ербол любит людей, которые покоряют политические Эвересты. Он таких людей знает, да? Да. Знает, насколько это сложно. Вы сколько лет уже занимаетесь этим сбором данных? Ну, это хобби с детства уже где-то более 15 лет. Ну, именно когда вы начали заниматься изучением биографии наших политиков, откуда родом. Более 15 лет, да. То есть вы знаете, насколько это сложно, да? Ну, это с детства такое хобби. Сначала вот было… Это как вообще начиналось? То есть это сначала я сидел во дворе, в футбол не играл, записывал в списки, кто сколько голов забил, кто сколько пропустил, кто сколько сыграл, всю статистику считал. Потом вот это все анализировал. Потом эта аналитика плавно перешла в политику. Да, совершенно верно. Ербол, сегодня наш инструктор Татьяна, она будет вас страховать. Как и в политике, всегда есть человек, который тебя застрахует, поддерживает, будет твоей крышей. Сегодня ваша крыша Татьяна. Все зависит от нее. Я сегодня вам не крыша, потому что я переживаю, что… Падать буду, кричать надо? Да, если будете падать, кричите громче. Ваша задача сейчас – покорить скалу, добраться до колокольчика, позвонить в него и потихонечку спускаться. Если вы не покорите эту скалу, вас ждет наказание. Все хорошо. Договорились? Хорошо. Ну все, поехали? Поехали. Как будто предвыборная программа, блин. Ирбол, видите, я специально тоже, чтобы поддержать вас, переоделась, чтобы не чувствовали себя одиноко. Супер, супер. Ирбол, давайте представим себе, что вы лезете к своей вершине, к своей мечте. И если вы не покоряете ее, вас ждет внизу наказание. Давайте, удачи вам. Хорошо. Поехали? Поехали. О, смотрите, в какой он форме хороший. Неожиданно. Я, честно говоря, не ожидала. Ирбол, мы не на скорость, не переживайте. Ирбол думает, что на скорость. Так, главное, чтобы… Так, Татьяна, вы страхуете, да? Так, Татьяна страхует. Так, аккуратнее, Ирбол. Люблю свою программу «Не Мишлен» за то, что всегда можно вздвинуть на известного человека с совершенно другого ракурса. Ирбол, до колокольчика осталось совсем чуть-чуть. Я вас поздравляю. Первое задание пройдено. Ирбол, Ирбол, красавчик, молодец. Не сложно было? Нет. Что-то вы как-то быстро. Вы на спорт ходите? Нет, перед тем, как подняться, тяжело было. Да? Я прям уже все силы иссякли. Но мы уже с Октал. Да. Октал переводчик «Белая гора». Поэтому мы… А вы в детстве по скалам лазили? Нет. Первый раз. То есть это впервые? Впервые. Татьяна, как вам, как оценивать? Очень хорошо. Да? Очень хорошо. Я думаю, что из Ирбола и Дилова вышел бы хороший скалолаз. Вполне возможно. Нет. Хороший политик. Это предвыборный ролик был. Друзья, мы только что сняли предвыборный ролик для Ирбола и Дилова. Все, что я. Осенью он нам пригодится. Итак, друзья, мы выезжаем со скалодрома. Хочу поздравить Ирбола и Дилова еще раз. Он только что покорил скалу. Я вот забыла спросить, сколько метров. Но, по-моему, высота хорошая, да? Да. Сложно было? Сложно было. В самом конце сложно было. А что помогло дойти до колокольчика? Ну, я сам по гороскопу стрелец. Целеустремленный. И всегда люблю добиваться поставленной цели. Наше следующее задание – это блиц. На который вы должны отвечать очень быстро, не раздумывая. Но если вы хотите более полноценно дать ответ, то я буду только рада. Договорились? Договорились, хорошо. Бриони или Мэйден Казахстан? Мэйден Казахстан. А что носите из Мэйден Казахстана? Футболку телеканала Казахстана. А еще? Так, что еще? У вас, кстати, в Актау есть шикарный завод, который шьет обувь. Шарке называется. Есть такое, да. Да, не носите их обувь? Нет. Можете приобрести у меня в магазине. Окей. Да. Обувь, кстати, лофера стоит 15 тысяч тенге. Кстати, спортивный костюм Динары Сатшан. Да, давайте. Сегодня, если ответите на все мои вопросы, я вам его подарю. Умные или красивые? Умные. А красивые? Умные люди, а не красивые бывают. Ну, я сейчас задаю вопрос касательно женщин. То есть вы выбираете умных женщин? Умных, мудрых. На красоту не смотрите? Ну, на красоту души смотрю, прежде всего. Тогда блондинки или брюнетки? Брюнетки. Блондинки вас не интересуют, да? Только брюнетки? Да. Икра или конина? Икра, конечно. Мы же с Актау, Каспийское море. Ну, кстати, икру из Актау не вывезешь, да? Считается контрабандой. Ну, если ты официально приобрел, наверное, вывезешь. Телеграм или Фейсбук? Телеграм. И Фейсбук тоже нравится. Это две разные, как бы. Телеграм, скорее всего, больше идет же как мессенджер, он ближе к Ватсап. А кто вам подсказал идею вот упаковать все ваши разработки, да, всю вашу аналитику в Телеграм? То есть как пришла идея? Ну, я когда в Москве учился, в Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте Российской Федерации, как раз вот Телеграм, бум был там, анонимные Телеграм-каналы, вот эти вот всякие политические каналы. И когда у меня стоял выбор открывать анонимный канал или под своим именем, я открыл под своим именем, потому что анонимные Телеграм-каналы, тем более политические, там идут слив всяких компроматов, идут всякие там разоблачения. Телеграм-каналы. Почему? У нас же есть анонимные Телеграм-каналы. У нас есть анонимные несколько Телеграм-каналов. Ну, какие каналы, которые вы читаете? Я просто не хочу их перечислять, рекламировать, да. Поэтому, ну, все люди знают, те, которые читают Телеграм. Сколько у вас сейчас подписчиков в Телеграме? Ну, у меня где-то более 40 тысяч сейчас. Ну, у вас такая качественная аудитория, да? Ну, как я понял, многие первые лица, министры, депутаты, Акимы, многие читают. А как вы об этом узнаете? Некоторые при встрече прямо говорят, что вот утро с тебя начинается, день с тобой заканчивается. Ну, они же себя ищут в первую очередь. Нет, не себя. Там просто же идет, там же в отличие от Фейсбука, Инстаграма, идет же, там же ты же можешь в ленте пропустить. Да. Или браузер. А здесь напрямую? А здесь это как мессенджер идет, как WhatsApp. Новость, ты не ищешь новость, новость сама к тебе приходит. Нур-Султан или Астана? Нур-Султан, потому что смысл слова Нур-Султан с арабского, с казахского. Нур – это свет, султан – это Нур-Султан. Как-то вот. А Астана же – это просто столица же. Ну, Нур-Султан – это в честь Нур-Султана Назарбаева. Не потому что Нур – это луч, а Султан – это Султан. Ну, человек все равно как бы… Нур-Султан от него целый. Заслужил? Он, конечно, заслужил тем, что большой вклад внес в развитие нашего государства. И в отличие от, допустим, наших ближайших соседей, у нас все стабильно. Зеленский или Путин? Ну, с Зеленским я знаком лично, а с Путиным не знаком. Но Путин мне более импонирует тем, что он… А чем импонирует? Ну, он очень умный, очень такой сдержанный. Вот его политические, вот личные качества импонирует. А Зеленский? Ну, Зеленский у него свой путь. Это, как бы, можно сказать, феномен политический. Такой вот, то, что человек из сферы культуры, шоу-бизнеса стал… А у нас, как вы думаете, возможно такое, что вот человек из шоу-бизнеса, который снимет, может быть, фильм, да, где он тоже играет, президента. Возможно ли, что у нас в стране человек из шоу-бизнеса мог бы стать президентом? Ну, в ближайшем будущем вряд ли, потому что у нас, как бы, это, у нас, как бы, восточная, как бы… Менталитет. Менталитет, система правления как-то. Да, и у нас нереально это на данный момент. То есть Турсенбек Кабатов никогда не станет президентом? Нет, абсолютно. Окей. Хайп или правда? Вопрос, конечно. Ну, правда всегда в цене. Правда – это… Ну, вот если вы получили, например, от анонимного источника информацию о каком-то назначении, да, ну, вы не можете перепроверить, но вот если вы в течение часа не выставите, то все другие вас опередят. Вот в такие моменты для вас важнее хайп или правда? Правда важнее, потому что все равно, если это неправда, через час этот хайп уже не будет иметь силы. Ради сиюминутного, ежечасного, временного удовольствия лучше, мне кажется, правды. Деньги или власть? Власть, наверное. Если власть будет, деньги будут. Аллаколь или Каспий? Каспий, конечно. Кульгинов или Исекешев? Исекешев. Почему? Ну, потому что Исекешев внес в политической элите новый, нестандартный подход управления и общения с общественностью через применение технологии соцсетей. И я даже слышал, что он Facebook сам ведет. Вел. Сейчас уже не так активно ведет. Вы, кстати, недавно были у него в гостях, да? Был, да. Вот вы, когда приходите к высокопоставленным нашим чиновникам в гости, там, чай попейте, о чем вы разговариваете? О разном. Ну, о чем? О разном. О важнейших трендах, о кадрах. Я же, у меня же консалтинговая компания, которая занимается... То есть вы подбираете кадры, да? Нет. Я как бы... Ну, это вот такой закрытый консалтинг у меня. Но... Ну, казалось бы, а... С Исекешевым я этот консалтинг не применяю. Просто зашел поздороваться и поздравить его с назначением. Окей, хорошо. Еликбаев или Алибеков? Алибеков. Почему? Ну, потому что Алибеков, это, можно сказать, он не имеет аналогов в Казахстане. Правда? Как, допустим, как он ведет, допустим, аукционы, как он зажигает, как он ведет блоги, реклама, вот это вот. То есть вам нравится его стиль ведения, да? Алибеков очень нравится, он очень такой. Алишер, простите, конечно, но вы не симпатичный Ергол и Едилову. Тенгренюс или Нур-Кей-Зет? Обязательно нужно именно из тех двоих, да? Форбс, да? Тенгренюс, если есть. Тенгренюс? Да. И последний вопрос. Мы уже подъехали к милицентру. Ельбаса или президент? Провокационный вопрос. Нормальный, обычный вопрос обычного журналиста. То есть, получается, первый президент или президент? Второй президент. No comments. Как это no comments? У нас в Блиц нужно выбирать, отвечать на вопрос. Президент тогда? Новый президент. Да. Спасибо. Итак, сегодня мы с вами, Ергол, готовим куриные грудки кари с визом басмати. У нас в Нур-Султане есть специальные компании, которые занимаются конструктором. То есть, они собирают конструктор еды. Сегодня нам конструктор еды собрала компания Foodis, за что им огромное спасибо. Вот у нас есть рецепт, можете прочитать, что мы с вами готовим. Я пока присоберу волосы. Куриные грудки кари с рисом басмати. Рис 150 грамм. Куриные грудки 250 грамм. Куриная грудка есть, морковь есть. Паста кари, ананас. Вот паста кари, вот ананас. Любите ананас? Да. Да? Вообще любите покушать вкусно? Да. Да? Где обычно кушаете? В Ахтал. А в Астане, кстати, где вы в Нур-Султане обычно ужинаете? По-разному. Так, что у нас тут первое было, самое первое? В кастрюле растопите столовую ложку сливочного масла. Давайте вот на сковородке, да, растопим. Включаем. Вы не знакомы с Милле техникой? Нет. Она очень крутая техника, здесь все продумано. Так, ну давайте поставим на шестерку, да, наверное? Все, чувствуем? Вот нужно будет положить это масло, растопить его. Ербол, ну расскажите нам, откуда у вас информация? Кто ваш источник информации? Вы же все про всех знаете. Вы знаете за 2-3 дня до назначения человека. Человек сам еще не знает, что его назначат на должность, а вы уже в своем телеграмме об этом пишете. Откуда? Ну, по-разному бывает. Бывает, человек там, допустим, сам слил кому-то, да, там, дома, там, заранее празднует, там, или кто-то там, коллега его услышал, или там, по-разному бывает. А как вы получаете? Мои друзья, которые в разных местах работают, уже как-то, ну, бывает там, очень-очень. Находятся добрые люди, да? Да. Не, ну вот, допустим, я там знаю, что завтра назначат человека, да? Могу написать вам. Ербов, вы знаете, что завтра, скорее всего, такой счет. Да. Но это же может быть и не правда. Я могу уже перепроверить. Как? И я же вообще в основном пишу уже по информации источник, ожидается назначение. Видите, какое ключевое слово? Ожидается. Да. Ожидается либо назначение, либо увольнение. Кстати, вот недавно, когда Габидулу Абдрахимову уволили с поста Акима, вы тоже написали, что ожидается. Ожидается. А откуда информация была? Нужно жариться. Потому что ожидалось. А, подождите, мы сначала, да, жарим, жарим, жарим рис, да. Потому что я узнал, что скоро будет сессия маслехата. И просто так сессия маслехата. И узнал, что куда летят уже изначально. И это уже логически понятно, что. Тем более после такого резонансного видео. А как вы думаете, Габидул Абдрахимов вернется в политику? Я думаю, да, он молодой, креативный. Один из основа создателей «Булашак» президентской программы. С большим опытом работы. Не по годам зрелый. Любимый публикой. Просто вот сейчас такой момент, что действительно тренды. Какие-то основные политические, кадровые меняются. И скорее всего, думаю, сейчас отдохнет. Это даже к лучшему. И я думаю, через год его позовут. Посмотрите, вы получаете информацию, да. Вы говорите, что вам куда пишут в Директ, на почту, на Ватсапске. Все каналы коммуникации могут... Сколько вот в день вы получаете инсайтов? Очень много сообщений получаю разного рода. Ежедневно? Ежедневно абсолютно. Там порядка более десяти разных. То есть каждый день. Сегодня тоже кого-то собираются уволить или назначить? У вашей информации. Вы понимаете, это... Ну, вы говорите, в день получается по десять... Очень-очень много сообщений приходит, но не на каждую я реагирую, да. А на что реагируете? На самые актуальные, самые такие позиции. Потом как вы перепроверяете? Ну, перепроверяю через свои каналы, связи через своих знакомых. Говорят, вы знакомы со всеми кадровиками Казахстана. На это же. Что все кадровички, обычно там женщины работают, они просто когда видят, что там подписано заявление... Как этот мне один сказал, ты говоришь, все казахстанские отдел кадров. Ну, мне кажется, что вы просто с кадровиками дружите, кадровики вам пишут. Ербол, вы знаете, сегодня ожидается назначение директором департамента в аул такой-то. У вас же информация вообще, ладно, там по министрам, да? У вас еще же там в каком-то районе, в таком-то ауле назначили... Не-не, в ауле нету, в областях. Ну, в областях, да. Так, ну мы пожарили с вами рис, Ербол. Я жарю, да? Да, вы жарите. Вы думали, вы на вопросы отвечаете. Это, знаешь, такой хитрый ход нашей программы. Итак, нужно будет переложить теперь рис в эту чашку. А он прожарился? Прожарился, да. Смотрите, у нас есть в технике Миле специальная пароварка, где есть специальные режимы, и вот для риса басмати есть специальный режим. Нам не нужно будет сидеть там, контролировать. Мы просто сейчас зальем его водой, и рис будет готов. Так, ложись? Все, да, перекладываем. Так. В общем, кадровики ваши друзья, да? Все кадровики. Не, ну не все кадровики, конечно. Вы знаете, что вообще о вас говорят люди? Собираете информацию? По-разному там, при встрече говорят. Что говорят? Ну, то, что я политический блогер самый трендовый. Спромный мне нравится. Тотка инфлюенсер. Все, нужно будет положить сюда. Итак, мы отправляем наш рис в нашу пароварку. Включаем автоматические программы. Рис. Вот видите, рис басмати есть. И нажимаем ОК. Приготовление на пару. И запустить сразу. Все. Рис басмати 15 минут. Убираем сковороду. Итак, нужно будет морковку нарезать. И что о вас люди-то говорят? Самые популярные сплетни, слух. Не, ну, по-разному. Но говорят, что вы комитетчик. Нет, это не так. Не так, да? Я юрист по образованию. Работал в органах прокуратуры. И был склонен к журналистике. Вообще, любовь к этому. Теперь полоски полосками. Любовь к этому возникла, вот когда раньше во дворе все играют в футбол. Я не играл в футбол. Я сидел, записывал, кто сколько голов забивает. Всю статистику с газет «Советский спорт», «Спорт-экспресс». Всю статистику анализировал. А потом, когда в Алма-Ате учился, в Казгия, я работал в 5-6 местах внештатным корреспондентом. «Спорт-КС», «Проспортив», «Хабар», «Идем на футбол». Федерации футбола пресс-службе помогал. Футбольным клубам «Кайрат Алматы» помогал. То есть вы всегда собирали информацию? Я собирал информацию. Я первый в чемпионате Казахстана считал голевые передачи даже. Статистику голевых передач. И даже главному тренеру сборной Казахстана представил расширенный список более 100 человек, кандидатов в сборную Казахстана по футболу. Круто. Я был, ну как Юрий Дубь, футбольным корреспондентом внештатным. То есть вы все знали про футболистов, теперь вы все знаете о политиках. Потом, когда я закончил университет, я поступил к КАЗГУ на базе второго высшего заочного третьего курса на журфак. Но так получилось, что отец прилетел со мной и пришлось работать в органах прокуратуры. И когда я начал работать в органах прокуратуры, мое хобби, вот эта вот любовь к статистике футболистам переквалифицировалась, кто есть кто в Казахстане, кто есть кто в Магисталовской области, кто есть кто в нефтегазовом секторе и потом по Казахстану. В общем, вы монетизировали свое хобби и сейчас продолжаете заниматься сбором информации. Да, сбор информации из открытых источников. То есть, вот есть бизнес консалтинговый, GR консалтинг групп, и сбор информации из открытых источников это как компетитив интеллигенция, то есть конкурентная разведка, бизнес-разведка, можно сказать. Это не закрытый источник, это не там... Ербол, но тогда почему этим никто другой не занимался? Да у вас политологи тоже занимались составлением рейтингов, да, то есть там писали какие-то инсайды. Почему именно вы сейчас в топе? Почему ваша аналитика нужна всем нашим чиновникам, нужна информагентствам? Я считаю, что здесь секрет в том, что применение новых SMM-технологий, мессенджер, телеграмм, он опережает другие соцсети тем, что он... То есть вы просто идете в ногу со временем, да? Да, я ту же самую вот эту элитологию, которая вытекает из науки политологии, элитологии изучения элит, кто есть, кто упаковал технический мессенджер, телеграмм, плюс у меня большая база данных, когда-то по элитам, я вплоть до каждой области, вплоть до каждого района знаю местных элит, чиновников, бизнесменов. Откуда? Откуда? Потому что 15 лет углубленно изучал. Нет, вы потом едете как-то вот в эти аулы, уточняете, кто здесь главный Аксакал, кто с какого рода. Нет, это из открытых источников, сбор данных именно вот. А так вы не собираете физически? Ну, когда я бываю именно в этих областях, и плюс еще я заработал HR-директором именно вот в нефтегазовых компаниях, и очень много людей проходило через меня, поэтому... Но это все равно не весь Казахстан, о котором вы все знаете. Но сейчас я уже по всему Казахстану вижу и уже многих с отлогами начал как бы вживую... Знакомиться оффлайн, да? Знакомиться оффлайн. Я даже могу, допустим, тех людей, которых я с ними лично не знаком, но заочно я уже знаю там, где я работаю. То есть вы здороваете с человеком, ознакомитесь и про себя думаете, так, я знаю, откуда, что... И полностью его знаю, откуда, где родился, с кем двигается, с кем работал, кого подчинение, кто его родственник. С кем двигается, это очень интересно. Куда, это тоже интересно. Подождите, вернемся к нашей еде. Смотрите, Фудис приготовили нам куриные грудки. Они уже готовы, то есть их нарезать нам не нужно. Вы все знаете, кто кому куда, кто с кем двигается. Но вот как просушить куриную грудку, я думаю, вы тоже знаете. Просушите мне куриную грудку. Как просушить грудку? Нет, зачем? Просто вот так как-то просушите, чтобы салфеточка впиталась. Морковку полосками, ананасно, мелкие кубики. Вот пока наша куриная грудка сушится, давайте ананасно режем кубиками. Я предлагаю прям куриную грудку сюда перенести. Давайте перенесем. Да, не за что обращайтесь. Я не знаю, кто кому куда. Кстати, вот кто с кем двигается. У нас в Казахстане растут только те, кто с кем-то двигается, да? Но сейчас вот, сейчас идут большие изменения в плане того, что сейчас уже смотрят на... Твой бэкграунд, да? Да, все-таки все равно, сейчас не зря, сейчас кадровый резерв готовится до 35 лет. Вот, который я уже упомянул, там, фонд первого президента Ельбасы готовит большой кадровый резерв. А что будет с этими, вот, то есть возьмут, я не знаю, там, ребят до 35 лет, и будут говорить, ты будущий Аким. Нет, почему будут смотреть CV, данные, навыки, компетенцию, потенциал. И государству сейчас очень вообще в Казахстан интеллектуально и очень много резерв большой в Казахстане. И сейчас все равно, хоть ты имеешь там зять кого-то или там родственник, если ты сам слабый, то это все равно проявится. Но в итоге даже, я знаю, умнейших ребят, да, которые просто находятся не на своем месте. Почему? Потому что у них нет человека, который его продвинет по карьерной лестнице. На карьерном лифте поднимет на самый верхний этаж. Ну, просто вот бывает такое, что самый крупный там какой-то руководитель там правоохранительных органов Казахстана, там у него сын, и это не он звонит, какой-то чиновник там, чтобы ему как-то подмазаться, его сына берет куда-то, назначает, допустим, да? А, вот так это работает, да? Такое тоже бывает. То есть человек может и не просить, например, какой-нибудь там чиновник, который... А потом ты попробуй его там, допустим, каких-то его нарушений. Да, посадить. Попробуй посадить человека. Как ты посадишь, он твоего сына продвинул, да? Когда-нибудь это закончится в Казахстане? Я думаю, сейчас такой момент переломный, что в будущем у нас все хорошо будет. Ирбол, кубиками, ананас кубиками. Смотрите, вы в кадровый резерв до 35 лет никак не попадаете, потому что вам 37. Ну, там идет до 35-40, по-моему, сейчас я так считаю. Да, то есть шанс есть? Ну, шансы всегда есть. Ирбол, а почему вы не попали в национальный совет? Ни в какие союзы, политические партии не вхожу. Не хочу зависеть от какого-то должности. Это же как общественный совет, только национальный. Не знаю. Раз полгода к президенту. Я сам по себе двигаюсь, и ни с кем этот не союзничает. Ни в какую команду не вхожу. Но, знаете, смотришь на ваш инстаграм, и, ну, понимаю, конечно, что вы ни с кем не двигаетесь, но, тем не менее, вы со многими высокопоставленными лицами в нашей стране дружите. Не, ну, как дружите? Просто, если тебя пригласили там на чай... Слушайте, ну, знаете, Исикешев не всех зовет на чай. Зовут, 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 беги, бьют, беги. Понимаете? Не всех приглашают на чай? Ну, не знаю. Ну, как вы думаете, в чем ваша сила? Почему вас зовут? Потому что вы рейтинги составляете. Не только рейтинги, но и аудитория у меня, как бы, в левобережье Астаны, в Астане, в Астане. И многие политики, министры, активные депутаты, бизнесмены считают, и когда видят, признаются, что подписанный утром день начинается, там, вечером день заканчивается, очень удобно, экономим времени. Это кто вам так сказал? Многие так говорят, не хочу называть имена. Слушайте, а вы, когда к таким людям заходите, у вас, как у обычного человека, есть какие-то, ну, личные там просьбы, да? Квартиру в Нар-Султане? Нет. Нет? У меня, Аллах, все нормально. Квартира имеется. В Нар-Султане тоже имеется? Не имеется, в Актау имеется, но не проблема купить, есть средства. А как вы, кстати, зарабатываете? Вот, у вас есть HR-компания, то есть вы даете консультации. Так, смотрите, здесь мы сначала, давайте, где наша бумага, куда она исчезла? Сбил тему, да? Да. Смотрите, мы вливаем в сковородку 2 столовые ложки растительного масса, и здесь сейчас будем жарить куриные грудки наши. Окей? Вы перемещаете сюда. Так, сначала куриные грудки. Вот, будете жарить куриные грудки, затем вы будете, когда мясо немного подрумяется, добавим морковь, обжарим в течение 2-3 минут, потом обжариваем ананас, потом пасту карри добавляем, потом кипяточек добавим, и перемешаем, и будем тушить. Грудки? Да, куриные грудки. Ложить? Ложить, видите, вы скоро уже сможете дома сами самостоятельно готовить. Постолите, поперчить, не забудьте. Как вы составляете рейтинги? Самый интересный вопрос. Ну, рейтинги у меня разные. Ежеквартальный топ-100. Нет, нет, вот деревянный. Топ-100 влиятельных персон ежеквартальный. Там смотрится вот по последним решениям, принимаемым событиям, то, что анализ идет прессы, открытый пресса, не только там про правительственные, но и разная, должность занимаемая, связи, группы какие-то. То есть это все влияет на рейтинги? Да, и после этого. Есть рейтинг топ-50 женщин влиятельных, перспективных, молодых управленцев, нефтегазовый сектор. Но иногда некоторые женщины там отсутствуют влиятельные. В каком именно? Например, Аида Голымовна отсутствовала в одном рейтинге. В последнем рейтинге она как бы из-за жесточайшей конкуренции стоп-100, в которую она неизменно входила в течение года. Именно вот, по-моему, после первого квартала, что ли, по итогам первого или второго квартала, ее только один раз не было. Но в связи с последним назначением помощника, она сразу взлетела, да? Она сразу, как бы, в следующем рейтинге она точно должна быть. Вот мне интересно, рейтинги составляются? Просто еще один момент, то, что было создание центра анализа, прогнозирования в администрации президента, я подумал, что как бы ее влияние немножко разграничилось тем, что этот центр возглавил другой человек. Хотя этот центр должен был в составе отдела внутренней политики администрации президента находиться. Но так как сейчас ситуация поменялась, и она будет... Вот мне интересно, вот смотрите, люди, которые, допустим, в прошлом году были в вашем рейтинге, там, в топ-5, да? Некоторых людей их вообще нет. Потому что люди теряют влияние. А вообще что влияет на то, чтобы потерять влияние? Одно из самых... Одно из самых показателей, это должность, конечно. Должность. То есть есть должность, есть влияние? Ну, если человек, допустим, возглавляет администрацию, допустим, президента, и эта должность теряет и не занимает какую-то политическую должность, сам по себе выпадает из рейтинга. А для наших казахов вообще очень важно, да, чтобы человек имел влияние, вот, должность? Я считаю, что человек... Не место красит человека, а человек красит место. Мясо уже подрумянилось. Добавляем морковь и обжариваем в течение 2-3 минут. Затем добавим с вами ананас. Ваш телеграм-канал стал популярен вот в прошлом году, да? То есть такая активная волна, да? Я помню, когда мы с вами познакомились на форуме, на Косфоруме. То есть вот мне, кстати, когда вы задали мне вопрос, мне сразу стало интересно посмотреть на вас, потому что... Прохай. Да, про хай. Почему? Потому что я там читаю телеграм-канал, но не знаю, как человек выглядит, да? В течение года вы набрали очень большой такой вес, да? То есть многие чиновники хотят с вами дружить, хотят там с вами попить чаю, кофе. Как вы думаете, почему? Потому что люди хотят попасть в рейтинг, или это сила соцсетей? Я думаю, это сила соцсетей. Вообще у телеграма такая возможность. Публикация моментально попадает адресату. Тем более, многие адресаты, они же как бы не последние люди в республике. Это как своего рода информагентство в кармане. И сейчас применение новых технологий, соцсетей. Соцсети, они по влиянию сейчас и по оперативности опережают традиционные СМИ. Тем более, традиционные СМИ, многие же, они же проправительственные. Но почему именно вы? У нас есть Баян Алогузова, у которой огромное количество подписчиков, да? Баян Алогузова, у нее целевая аудитория, наверное, там, молодежь, люди с шоу-бизнеса, там. А у вас целевая аудитория другая, да? У меня целевая аудитория именно лица, принимающие решения, политики, инсайдерская информация, назначения, рейтинги, опросы, какая-то критика идет по каким-то различным ситуациям. То есть вы для всех такой ценный источник информации, да? Ну, возможно. Не тяжело вам живется? Нет, я занимаюсь своим любимым делом. Ради этого я бросил все свои топ-менеджерские, руководящие позиции в нефтегазовом секторе. И поэтому я занимаюсь тем, что я люблю заниматься. Ну, для вас, мне кажется, а если получится так, что завтра человек, с которым вы попили чай, подружились, пообщались, этот человек, ну, влиятельный, да? Завтра выходит, ну, источник информации какой-то, да, неопределенный, анонимный, сообщает вам о том, что ожидается понижение в должности, возбуждено уголовное дело, да? Будет новость. То есть вы будете писать об этом? Да. А если вы с человеком хороших отношений? Если эта информация будет достоверная, то будет. Ну, вот мы с вами сейчас подружились, да? Приготовили вкусное блюдо, полазили по скалам. И завтра кто-то пишет. Вы знаете, что Динара Саджан, кто-то, кто-то натворила. Оказывается, да? Да, оказывается, натворила там что-то. Вот будете вы это публиковать или нет? Я вам позвоню, страшу сперва. Ну, значит, и к другим вы тоже позвоните и спросите. Нет, именно вам я позвоню. Ой, не знаю, не знаю, Ервова. Так, курица у нас должна потомиться. Мы сейчас добавим кипяток. Рис у нас, по-моему, уже готов. Да, по-моему, он уже готов. Процесс завершен, да. Все, закрываем крышечкой, ждем рис и переходим к нашему третьему заданию. Ербол, вы эксперт по рейтингам и каждый квартал вы составляете новые рейтинги. Наше следующее задание тоже составить рейтинг. Я полагаюсь на ваш вкус, вы человек разносторонний, у вас есть определенное чувство вкуса. У нас очень много в стране харизматичных и сексуальных людей. Поэтому наше следующее задание это составить рейтинг 15 самых сексуальных людей Казахстана по версии Ербола Едилова. Вот я вам сейчас даю людей, которых вы должны будете раскидать. 15. Вы должны их распределить. Кинес Ракишев, Маргулан Сесибаев, Хайрат Нуртас, Макзумир Загалиев, новый министр экологии, Алтай Кульгинов, Беркут. Со мной не согласовывали точно. Ну, вы знаете, я никакие задания ни с кем не согласовываю. Ну, кто у нас самый сексуальный, по вашей версии? Блин, вообще сложно определить, здесь нет критерий такой. Ну, знаете, для меня человек сексуальный, это человек харизматичный. Человек умный. Для меня, например, самый сексуальный орган это мозг. А для вас? Да. Умный. Ну, вы знаете, здесь уже и в прямом смысле сексуальность буду смотреть, а вот по харизме. По харизме, по уму, по близкости, к духам, можно сказать. Ну, давайте тогда бейбата поставим первым. Бейбата? Бейбата, ну ты прям, я смотрю, в топе, в топе у Ербола и Дилова. Да, в топе, да, первым поставим. Сейчас, чтобы женская половина как бы не пострадала, поэтому, наверное, будет блогер с блогером, да? Давайте. Кто? Влогер с блогером. Айжан Байзакова. Я с вами согласна абсолютно, она реально сексуальная. Как раз они, как этот, смотрятся. Как пара? Да, да, да. То есть вы бы хотели их поженить, да? Это интересненько. Интересная пара была, да? Мирзагалеев Махзум Маратович, он один из самых перспективных, креативных, грамотных, умных чиновников нового формата. Кто у нас в четверку войдет? Токжан Кожелеева, ваша подруга, да? Я знаю, что вы в Фейсбуке прям дружите. Она человек нового формата и креативный очень. Окей, кто у нас в пятерку войдет? Ну, конечно. Кенес Ракишева. Ну, я знаю, что вы любите Кенес Ракишева. Ну, он человек, который занимается бизнесом именно, вот все какие-то, занимается бизнесом именно в сфере производства, промышленности, нефтегазовое строить. А он первый в Казахстане, который известен за пределами нашей страны. Кто у нас будет шестым? Мне кажется... Болжам Байбек. Болжам Байбек, да. А почему Болжам Байбек не вошел в тройку? Он же симпатичный. Ну, то, что он из пятнадцати занимает шестое место, это уже супер. Кто у нас будет седьмым? Конкурентов, я смотрю, вы не рассматриваете, да? Ну, скорее всего... Баян. Ну, наконец-то моя Баяночка попала в семерку. То есть вы не считаете, что Баяна должна быть в тройке? Самых сексуальных людей в церкви. Ну, я так считаю, что Баян очень креативный, очень такой... Ее фильмы нравятся мне. Кто у нас будет восьмым? Алтай Кульгинов у нас занял восьмую позицию. Да, вот молодые такие кадры перспективные. Вот вы заметили, наверное, именно вот люди, которые занимают политические должности, они в рейтинге. Ну, Аким Нусултан этим все сказано. Кто у нас в девятым пойдет? Маргулан Сесимбаев? Сесимбаев, да. Почему Маргулан? Ну, бизнесмен, который у меня недавно в рейтинге занял, был такой вопрос. Я вот как раз Бейбетка Алибеков мне задавал вопрос в том, что у меня такая идея была, что инициатива, что как эксперимент надо назначить Акима, Акимом области или города, бизнесмена со списка Forbes, как эксперимент. То есть вы предлагаете Маргулан Сесимбаеву, значит Акимом. Я не предлагаю, просто в рейтинге, которым я проводил, он занял первое место, Айден Дахимбаев второе место, и Успанов Бауржан, Акимской области занял. Как вы думаете, это ваша идея вообще? Возможно, чтобы она реализовалась? Я думаю, возможно, у нас как бы есть опыт, но он не такой бизнесмен крупный был, он был внутри области, Аким-Павлодарская область была, бизнесмен областного уровня, а я здесь имею в виду бизнесмен такого крупного республиканского масштаба. Окей, вы дали ему 9 место, кто у нас 10? Так, у нас тут остался шоу-бизнес и два блогера из Фейсбука. Талгат Калиев на 10 месте. Назначение Талгата Калиева руководителем центра коммуникации – это новый виток именно к назначению, потому что человек, общественный деятель, блогер, можно сказать, возглавил новый посет. Отход. Вообще сейчас кадровая политика нового президента радует, вот то, что Талгат Калиев был назначен, оружие ансайдер. Итак, хорошо, Талгат Калиев у нас занял 10-ю позицию, кто у нас на 11 месте? Лязат Муратовна Танспай, председатель правления телерадиокорпорации Казахстан. Почему не вначале? Едем все сказано, да? Ну почему не вначале? Она же очень красивая женщина. Ну, насчет красоты я не сомневаюсь. Вы не забывайте, как называется наш рейтинг – 15 самых сексуальных. У вас критерии поменялись. Лязат Муратовну знаете? Не знакомый? Да, знакомый. Знакомый? Да. Окей. Кто у нас на 12 месте? Шоу-бизнес и Галым Байтук остался. Кто победит? Бергут или Байтук? О! Галым Байтук. Знакомы? Дружите? Враждуете? Каких отношений? Я совсем не враждую, знаком. Ну, хороший человек, который продвигает тему, которая называется блогерство, интернет. И, между прочим, 12 хороших часов. Да? Поэтому, да. Галым Байтук, не переживайте, все впереди. Так, ну, тут у нас остался шоу-бизнес. Я так поняла, к шоу-бизнесу вы равнодушны, да? Ирки Эсмахан заняла 13-ю строчку. Бергут у нас, видимо, 14-ю. И, в общем, вы не фанат Кайрата Нуртаса. Ну, почему? Мне его песни нравятся. Вот. Просто рейтинг такой. Очень красивый рейтинг. Но вы довольны? Никого не хотите поменять местами? Нет. То есть это ваш рейтинг? Да. Вот такой рейтинг у нас вышел. Сегодня 15 самых сексуальных людей Казахстана, по версии Ербола Едилова. Я поздравляю всех, особенно Бейбет Алибекова, потому что Бейбет, слушай, ну я не ожидал. Ты, конечно, симпатичный парень, но, знаешь, по версии Ербола Едилова, это прям, конечно, очень круто. Ербол, ну это несложное задание, впереди у нас еще одно задание. Ербол, ну кого не хватило только что? Кого не хватало в рейтинге? Вас не хватало. Ну, знаете, я тоже, я думала вчера себя включить целый, да. Но потом мы решили, что это будет не скромно. Он скажет, воспользовалась случаем, надавила на героя. Ербол, у нас осталось еще одно последнее задание, но прежде я хочу, чтобы мы с вами попробовали блюдо, которое вы приготовили своими руками. Очень красиво получилось, просто красота. Ербол, слушайте, вы шикарно готовите. Супер. Вы сегодня прям открываетесь для меня с новой стороны. Сейчас накормим всю нашу команду. Кстати, думаю, что мажелис, состав мажелиса, маслехатов в областях, должен обновиться в сторону... Молодежи? В омоложения, да. В сторону вайнера, в сторону блогеров? Нет, не вайнер-блогеров, а молодежи, которые из бизнеса, из которых болеют за регионы, за... Потому что вот эти все старые люди старого формата, которые... Вы не боитесь кого-то сейчас обидеть? Нет. То есть вы считаете, что в мажелисе, в Сенате у нас старые люди сидят? В Сенате, в мажелисе люди, которые должны уйти в пенсию, на пенсию должны уйти. А вы бы хотели пойти во власть? В мажелисе, в армане. Ну, в будущем, через 5, можно будет это рассмотреть? То есть это достаточно скоро. Если будут идти те люди, которыми, допустим, я общаюсь, те люди, которые вот, общественные деятели моего возраста, почему бы и нет? Я знаете, что поняла, что все, кто ко мне приходят на программу, не проще пойти в политику. Почему так? Почему власть так интересует людей? Почему политика всем интересна? Попробовать можно, в жизни же надо все попробовать. Так, мы сейчас пробуем блюдо, которое приготовил Ербол Едилов. В том числе и блюдо, да? Угу. Ммм, как вкусно. Высыпал очень, да? Очень вкусно. Особенно ананасы. Вы шикарные рейтинги сенсуальных людей составляете. Лазаете по скалам. Готовите вкусные блюда. Ммм. Ммм. Находка для женщин. Находка для женщин. Жалко, что вам только брюнетки нравятся. Очень вкусно. Просто нереально вкусно. Ербол, очень вкусно. Спасибо вам большое за ваши таланты. Но впереди у нас последнее задание, которое, я думаю, вы с легкостью выполните. Готовы? Готов. Всегда готов. Так, это задание вы прочитаете сами. Позвонить Арманджану Байтасову и попросить денег на агитацию партии Динары Саджан. Какой партии? Ну, скажите, что Динара Саджан решила собрать партию, женскую партию, и что она сейчас ищет людей, которые поддержат. Я в качестве того, получается, я. Вы скажите, что вы консультантом. Консультантом, да. Все хорошо. Дайте телефон, пожалуйста, нам. Арманджан Меритеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Ага, привет. У меня такой очень важный вопрос к вам. Давай, давай. Сейчас вот Динара Саджан, которая работала... Добрый вечер. Динара Саджан. Да, ага. Журналистка, ведущая крутых телепередач, которая работала советником телерадиокоперации «Казахстан». Вы же знаете ее? Да, конечно, я не знаю. Она сейчас собирается двигаться политически, открывает политическую партию. И я как консультант ее именно по предвыборным электоратам в работе. Она не работает консультантом в ее партии. Да, я вот теперь хотел с вами переговорить и попросить на агитационные работы финансовые средства. Ясно. Где, ты знаешь, я сейчас даже наступил, я лучше вообще все раз подальше заступил. И точно таки будет поэтому... Или я просто вот как-то, может быть, даже не только в финансовом плане, может, через ваши медиаресурсы, может, как бы, содействовать в освещении деятельности новой политической партии, партии креативных молодых людей Казахстана. Ты уверен, что такое-то надо, не надо? Надо, конечно. Если просто партия будет поддерживать именно молодых, креативных таких, сейчас же тема пошла, и молодых, креативных людей, молодых, хорошие, новые идеи, новая волна как бы между властвующей партией, которая сейчас номинирует, и между оппозиционной, вот середина будет. Все, 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 все хорошо, все хорошо, спасибо. Поздравляю вас, вы прошли все испытания. Ну, Арман Жаннберекевич, короче, не хочет давать денег на мою партию, которую я не создаю, но вы можете... Ну, готов ее освещать, да? Ну, готов ее освещать, но, слушайте, вы можете вот так легко позвонить любому человеку и попросить денег, помощи, консультации, совета. То есть никто не отказывает? Ну, я думаю, никто не отказывает, не откажет. Слушайте, это очень круто. Ирбо, спасибо большое, вы приготовили вкусные блюда, позвонили Карманджану Байтасову, попросили денег на мою партию, которую я не собираюсь... Сейчас, чтобы не было недомолок, я не собираюсь собирать никакую партию. Не стоит, слушай. Не стоит, я и не хочу, у меня и времени нет. Сегодня вы покорили скалу, ответили на блиц вопросы. То есть вы сделали абсолютно все, я думаю, что вы еще готовы. Да, всегда готовы. Десерт приготовил. Давайте не будем готовить десерт. Спасибо вам большое. Вам понравилось самому? Супер понравилось, да. Ну, я думаю, что, надеюсь, что очень многие наши зрители, кто читает телеграм-канал, Ирбола и Дилова, сегодня по-новому его раскрыли, узнали, какой он человек. Я не стала задавать личные вопросы. Знаете почему? Потому что хочу еще раз записать с вами интервью чуть позже. Давайте через год запишу новое интервью. Все, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok